Еще один серьезный разговор сегодня состоялся во Дворце Независимости в центре внимания главы государства дела Рика Кригера, гражданина Германии, приговоренного в Беларуси к исключительной мере наказания. На эту встречу Александр Лукашенко пригласил всех, кто глубоко погружен в этот процесс. В уголовном деле Кригера сразу шесть тяжких статей, среди которых акт терроризма, агентурная деятельность, наемничество. По совокупности всех преступлений мужчине был вынесен смертный приговор. С прошением о помиловании он обратился к президенту Беларуси. Пренеприятнейший вопрос в судьбе и жизни президента, получивший очень серьезное звучание. Кригер Рика, гражданин Германии, оказывается только в 93-м году родился, судом приговорен в Беларуси к исключительной мере наказания. По нашей конституции и законам последнее слово всегда за президентом. Обращается, не обращается. Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе президента это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать. Я хочу просто с вами в этом плане, ну не то, что можете посоветоваться, но услышать ваше мнение. Вы, люди, непосредственно причастны к рассмотрению этого дела. Это и следователь наш, и адвокат, который, я так понимаю, защищал и должен был защищать Рика Кригера в суде. Ну и человек, который первый мне доложил о том, что у нас совершено соответствующее диверсионное действие, которое, к счастью, не привело к гибели людей. Ну и не только там, насколько я знаю, суд вменил ему вину не только это правонарушение. Поэтому я вас попрошу, вы меня проинформируйте, прежде чем я буду принимать решение по данному вопросу. Целью Рика Кригера была работа наемником на Украине, но чтобы попасть в ряды одного из откликнувшихся на его запрос формирований, кураторы СБУ затребовали пройти так называемую проверку, выполнив конкретные задания. И касались они нашей страны. Данное уголовное дело находилось в производстве следственного управления КГБ Республики Беларусь. В ходе совещания у президента были детально доложены все обстоятельства данного уголовного дела. Президент внимательно заслушал всех лиц, приглашенных на данное мероприятие. С учетом обстоятельств уголовного дела могу сказать следующее, что вина Кригера Рика в совершении инкриминируемого ему преступлений полностью доказана. В ходе совещания президенту были доложены все обстоятельства данного уголовного дела. С учетом тяжести совершенного преступления, Минским областным судом Кригер Рика был приговорен к высшей мере наказания смертной казни. Сомнений в его виновности не возникало. С учетом того, что Кригер Рика подал ходатайство о помиловании на имя президента, то данное решение сейчас за президентом. На встречу с главой государства пригласили и адвоката Рика Кригера. После разговора с президентом он ответил на вопросы журналистов. Я оцениваю данный разговор как откровенный. Полагаю, что президент услышал мнение всех сторон, которые присутствовали в процессе разговора. И мы со своей стороны рассчитываем на акт гуманизма, который примет глава государства. Все в руках президента Республики Беларусь. Журналист Людмила Гладкая присутствовала на судебных заседаниях по делу Кригера. Они проходили в открытом режиме. И она лично видела и реакцию защиты, и немецких дипломатов, которая для любого здравомыслящего человека показалась бы, мягко говоря, странной. Да, я работала в судебном процессе. Да, я видела и реакцию стороны защиты, видела реакцию представителей консульства. Меня, честно говоря, так удивило, когда люди озвучивают, во-первых, тяжелое преступление, во-первых, страшное преступление. И действительно, вот там сегодня адвокат говорил, что там же суммы небольшие, как бы ущерба. Когда, ну да, суммы-то небольшие, а если бы там поезд должен был приехать через минуту после взрыва, а если бы этой минуты не было, а если бы взрыв пришелся как раз на время прибытия поезда. В принципе, такое же поведение вот было у них, у сотрудников представителей консульства и в суде. Они то улыбались, их почему-то забавляли, вот эти вызывали улыбку, когда зачитывали там, может быть, несколько раз, а может быть, и 10, и 20, и 30, казалось бы, одни и те же вещи. Но суд досконально пытается разобраться каждый раз, ну, во всех обстоятельствах. Еще один такой момент, я вот для себя отметила, потом, когда был вынесен уже приговор, прошло буквально, наверное, минут пять. Вот они вышли из зала суда, адвокаты, работники, представители консульства Германии, они так, ну, знаешь, они обнимались, они улыбались. И мне странно, я думаю, вот только что гражданину вашей страны вынесли, даже вот не брать, если то, что он совершил, все это понятно, ну, да, вот гражданину вашей страны вынесли смертный приговор, высшую меру, исключительную меру наказания, а у вас улыбки. И еще у меня вот сложилось впечатление, что этим людям, и поскольку сейчас мы не слышим никаких ни действий, ни заявлений со стороны вот правительства Германии, руководства Германии, властей Германии, может быть, им просто реально плевать, вот они кинули своего, гражданин своей страны. Я даже вот в какой-то момент поймала себя на мысли, а может быть, они хотят, чтобы смертный приговор привели в исполнение. И, по сути-то, этого человека сейчас защитить некому. То есть вот он в Беларуси, он обращается к президенту с прошением о помиловании, то есть к своим властям, ну, он понимает, что бессмысленно. Я, конечно, понимаю, что это очень тяжелое преступление, им абсолютно нет оправдания. И пока я сидела в этом зале суда, я просто не понимала, как человек сегодня в здравом уме вообще способен совершать подобное. Это страшное преступление, теракт. Но, с другой стороны, вот увидев все вот это, вот эту реакцию, его бросили, вот просто, мне, ну, честно, как-то даже по-человечески стало его, по-женски жаль. И, как стало известно, президент принял решение о помиловании гражданина Германии Рика Кригером. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства. Еще раз напомним, что Кригера признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса. Он был приговорен судом к исключительной мере наказания. Гражданин Германии обратился к президенту Беларуси с прошением о помиловании. Решение принято в его пользу.